Уважаемые участники 20-й юбилейной школы по международной безопасности Перцентра, дорогие друзья, дорогие коллеги, от имени Перцентра разрешите мне поприветствовать всех вас сегодня здесь, в Звенигороде. Здесь, надеюсь, я не ошибусь, доблестная двадцатка, которая, несмотря на все чинимые коронавирусами препятствия, благополучно, веселым, бодрым, здоровым настроении добралась до нас, до подмосковного Звенигорода. Здесь присутствуют мои коллеги по Перцентру, здесь присутствуют уже некоторые наши выступающие, чему я очень рад. И здесь не присутствуют пятеро, тоже, надеюсь, очень доблестных, которые тоже очень хотели с нами быть очно, очно, но которые по независимым от них обстоятельствам, в силу границ, они из других у нас с вами стран, из Ирана, из Казахстана и так далее, они с нами присутствуют заочно. К сожалению, мы не можем им прямо вот сейчас пирожок направить в экран, и это мне, конечно, очень грустно. Но в остальном они с нами, они с завтрашнего утра у нас на Зуме, и даже сегодняшнее мое импровизированное выступление, они обязательно просмотрят. Прежде чем я произнесу тост, я сделаю... Сейчас это флешмоб, по-моему, называется. Но я думаю, что это называется санитарно-эпидеологические нормы. Вот так вот. Вот, значит, да. Всем выданы такие маски и преподавателям, и участникам. Вы можете самостоятельно, вы взрослые люди, вы скоро будете министрами, начальниками генштабов, университетов, или просто хорошими людьми и экспертами, которыми вы уже наверняка являетесь. И вы сами взрослые люди, чтобы решить, как этим распорядиться. Но мы все рекомендуем соблюдать социальное дистанцирование, взаимно уважительно. Поэтому, если мы не жмем здесь друг другу руки, это не от неуважения, а наоборот, от взаимного уважения друг к другу. Но предлагаю каждому из вас на основе взаимного уважения самим решить, хотите ли вы быть в масках, без маски, и как мы будем здесь дальше себя вести. Если наш менеджмент решит, что мы должны будем вести какие-то более строгие правила, мы, безусловно, это сделаем. Потому что школа – школа, и занятия – занятиями, живые общения – живые общения. Но ваше и наше здоровье нам всем дороже всего. Не будет здоровья, не будет ни школ, ни успехов, ни министров, ничего. Поэтому давайте будем беречь себя. И, как всегда говорила моя бабушка-атеистка, береженого Бог бережет. Поэтому на этой ноте, отдавая дань вот этим вот нашим с вами замечательным временам, они замечательны в смысле их интереса на расстоянии наверняка, это будет очень интересно все смотреться. Я бы хотел сейчас, чтобы не быть слишком большим барьером между этим столом и нашими с вами общениями и вами, произнести один длинный тост, но один. И, конечно, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поприветствовать всех вас на гостеприимной Звенигородской земле. С большинством из вас я еще не успел очно познакомиться, хотя, конечно, я вас отбирал вместе с моими коллегами и знаю ваши, думаю, что знаю ваши биографии. И я думаю, что у каждого из нас с вами есть своя малая родина. И мне будет очень интересно узнать, какая она у вас. Вот вы сейчас находитесь на моей малой родине. В чем это вам говорит коренной москвич? Я и москвич, и подмосквич, потому что по материнской линии мои корни находятся здесь. Буквально в 10 минутах отсюда, под Савино-Старожевским монастырем, находится Савинская Слобода. Вот мои предки оттуда. И мои предки похоронены здесь на Звенигородском кладбище. Мне всегда очень трепетно, я здесь рос в летнее время, как правило, во время школьных каникул, поэтому для меня очень всегда трепетно самому сюда приезжать. И когда я здесь принимаю своих друзей, своих гостей, своих старших, младших коллег. Волнительно, потому что действительно это земля моих предков, которой я очень горжусь. Волнительно, потому что я понимаю, что за короткое, а все-таки это короткое время у нас школы, вы не сможете познакомиться с этой землей так, как, наверное, мне бы в идеале хотелось, потому что здесь столько всего интересного. А у нас очень много интересного на этих занятиях. Поэтому мы вас не выпустим отсюда за исключением двух-трех элементов программы культурной, которая у нас, конечно, есть. Сам город Звенигород, где вы находитесь, это вообще очень интересный показатель сегодняшней России. Для тех из вас, кто из России, вам, наверное, это более понятно, кто приехал из других государств или кто меня слушает из других государств, им, наверное, вот это, конечно, пощупать бы сейчас было очень интересно, потому что здесь срослось, здесь и славянские курганы, где до сих пор можно найти сейчас еще угрофинские артефакты, вот прямо вот на этой земле. В нескольких минутах отсюда вы еще можете, если очень постараетесь в Аксининских болотах, найти то, что раньше было руками французов, которые здесь, в этих болотах, естественно, когда Наполеон шел, тонули, на руках у них были драгоценные перстни, и крестьяне Аксининские, Звенигородские, проходя мимо, говорили, мы православные, мы никогда не снимем ничего с погибшего человека, пусть это даже был наш враг, вот так они здесь и ушли в эти болоты. Здесь, на этих рубежах, буквально в нескольких километрах отсюда, проходила оборона нашей советской земли в Великой Отечественной войне, и здесь просто есть участки, в нескольких, опять же, минутах отсюда, где полегли многие и многие тысячи моих соотечественников, мои родственники держали 15-летними мальчишками оборону прямо вот по этой линии, где мы сейчас здесь находимся. Это очень древняя земля, очень спокойная по-русски, сдержанная, я бы сказал, по-тючевски спокойная, но иногда даже не по-тючевски, более красивая. И вот этой сдержанной красоте не перестаю восхищаться. Успенский собор в минуте отсюда с иконами Андрея Рублева, самый древний собор Московской земли, Подмосковья. Савино-Сторожевский монастырь, жемчужина России. Почему я говорю, что здесь интересно сошлось все? Потому что вы увидите одновременно и не самую элегантную архитектуру, которая немножечко зажимает вот это историческое пространство. Но, честно говоря, по этому городу можно смотреть и на историю не только веков, как Алексей Михайлович, царь, здесь проезжал, вот по этой самой дороге, очень любил ездить, но и на последние наши десятилетия. На моих глазах этот, в общем-то, достаточно энергичный и культурный город зачах отсюда уехали почти все в 90-е годы. И только криминалитет и якобы муниципальные власти, переводившие все бюджеты куда-то в другие страны и в офшорки, держали вот этот засыхавший, уходивший куда-то город. Но город не сдался, наверное, и люди не сдались. Жизнь сюда вернулась иногда некоторыми необычными путями, может быть, не самыми элегантными многоэтажками. Но теперь люди не только едут из Звенигорода в Москву на заработки, но люди приезжают и сюда, и жизнь в Звенигороде возродилась, как она возродилась и на Звенигородской земле. Я помню Савино-Сторожевский монастырь, мальчишкой шестилетним. Я бегал там по прогнившим перекрытиям. Это была часть санатория Министерства обороны. Кельи были отданы под места для проживания, причем достаточно уродливые. Сейчас там не только возродилась монастырская жизнь, но это красивейшее, гостеприимнейшее, очень теплое и энергетически очень позитивно заряженное место, что не мешает Министерству обороны прекрасно существовать по соседству. Поэтому, наверное, здесь есть и парадоксы этой земли. Не все здесь может однозначно и не должно однозначно понравиться. Но смысл, энергетика этой земли, они очень важны, наверное, для понимания наших с вами разговоров о России и о ее внешней политике, и о ее оборонной политике, которые мы с вами будем вести всю эту неделю. И вот этот тост, который я хотел бы поднять, он не только за Звенигородскую землю, хотя, надеюсь, мы за нее еще неоднократно выпьем, он за малую родину каждого из нас, и чтобы малая родина каждого из нас радовала так же, как радует меня, моя малая родина. Добро пожаловать в Звенигород. Спасибо.